Всех раз приветствовать на нашем очередном занятии по биологии. И мы сейчас переходим на такую эпоху деления, эпоху размножения. И будем мы, собственно, в ближайшие несколько занятий говорить именно об этом. О том, как делиться, о том, как размножаться. Ну и, в принципе, даже затронем человеческое размножение, да? Ну, давайте по порядку. Сначала для того, чтобы понять, зачем мы вообще изучаем деление, зачем мы вообще изучаем метозы, миозы и так далее, нам нужно понять, что такое размножение. Итак, размножение это способ репродукции, то есть способ, что называется, увеличения численности себе подобных. Это самое основное свойство живого на Земле. Все живое на Земле стремится размножиться, стремится скопировать себя. И поэтому очень как-то скептически смотрю на все эти новомодные веяния, в виде child free и так далее, и так далее. То есть, ну, ладно, хорошо, поживешь в свое удовольствие, умрешь, и после тебя никто не останется, твои гены так и останутся в истории никчемными, да? Но, тем не менее, это уже, ладно, для каждого свое, каждый определяет что-то свое, но все-таки биологический смысл существования в том, чтобы передать свои гены потомства дальше. И вот этот, собственно, путь размножения может достигаться различными способами. Ну и, собственно, давайте сегодня поговорим о том, какие вообще, в принципе, есть способы размножения. Итак, в принципе, с точки зрения чистого, скажем так, чистого ЕГЭ, вид размножения делится на две категории. Либо это бесполое размножение, либо половое. На самом деле, очень легко определить, где бесполое, где половое. Самое главное, вот самое главное, это то, что бесполое идет без гамет, то есть без половых клеток, а половое идет с участием гамет. И это самое главное. Вот этот вот момент, то, что участвует один организм. Да, в половом размножении тоже может участвовать один организм. Он может самооплодотворяться. Там тоже один организм, но все-таки участие гамет. То есть вы смотрите именно на предмет по поводу гамет. Но все остальное написано только для вашего, собственно, удобства, да? Бесполовое размножение участвует один организм, он может множество себя клонировать за счет метоза, определенного деления клетки, который называется бесполовым делением клетки. А половое размножение, там участвует всегда два организма, всегда, так хочешь сказать как минимум два, но не будем, что называется, шутить по этому поводу. Так вот, в основе полового размножения лежит миоз, потому что именно миозом образуются гаметы. Все. Прекрасно. Теперь давайте как раз таки раскидаем. В принципе, я в данной презентации, в данном уроке разобрал все способы размножения, которые вообще в принципе могут даже встретиться в ЕГЭ. То есть, вот всю теорию по размножению у вас есть как раз на этих слайдах. Такого собрания всех слов на земле, именно связанных с размножением, больше вы не найдете нигде. Ни в одном учебнике, ни в одном справочнике и тем более ни в одном вебинаре каких-нибудь других преподавателей. Недавно посмотрел и ужаснулся. То есть, половину того, что вам нужно знать, никто не говорит. Итак, поехали. Если ваш организм одноклеточный, вы состоите из одной клетки, то размножиться вы можете двумя различными способами. Первое, это не метоз. То есть, это то, как делают это бактерии, так называемое дробление. А мы говорили, кстати, про это, да, то есть то, что у бактерий нет метоза, потому что нет ядра. Поэтому у них не метоз, у них просто дробление. А вот именно у одноклеточных организмов деление простейших, то есть здесь в основе лежит именно метоз. Вот он, да. Просто была одна мёбка, теперь две мёбки. Да, была одна эвглена, теперь две эвглены. И есть особый способ деления, который называется шизагония. Сейчас мы про неё поговорим, конечно же, да. Кто у нас шизанутый и кто у нас действительно шизики. Итак, теперь дальше. Бесполовым размножением. Если же у вас организм многоклеточный, то есть такой же, как у человека, у растений и так далее, то есть три различных способа размножения, именно сделанных под многоклеточность. Самый простой способ это споры. Опять в основе лежит деление, просто одна клеточка делится множество раз, получается небольшая такая спорка. Вот так. Споры, вот смотрите, так делятся только споры у животных, ну не у животных, а как сказать-то, у грибов. В первую очередь у грибов, ну и в вторую очередь животных, если они спороносят. Ну спороносящие животные, таких как бы, понятное дело, в обиходе такого нет, да. Поэтому споры именно грибов. В принципе, знаете, самое удивительное. Вот размножение растений спорами тоже бесполого размножения, но споры появляются в результате миозов. Вот этот момент немного странный, смущает, смущает всех абсолютно. Но в принципе, да, немного странно. Короче говоря, вам тут нужно привязываться к слову споры. То есть если у вас размножение идет спорами, значит оно точно бесполое. Вот так вот. А споры в зависимости от разных организмов у грибов получаются метозом, а у растений получаются миозом. И вот это немного странно, но давайте об этом чуть позже поговорим. Когда будем говорить про миоз, я вам отдельно на слайде все это напишу, все это расскажу. А еще когда будет ботаника, мы с вами будем говорить про жизненные циклы. И там я еще раз это повторю. Там два постулата, которые надо запомнить, принять во внимание. Поэтому растения отличаются от животных. Все остальное довольно проще. Да, есть почкование, о котором мы сейчас как раз таки тоже поговорим. Есть вегетативное размножение. Просто когда организм делится на множество маленьких других организмов. Хорошо. Теперь давайте половое размножение. Половое тоже может быть у одноклеточных организмов. Да, прикиньте. У вас одна клеточка, но вы тоже можете размножиться с другой клеточкой. И это называется коньюгация. А если вы многоклеточная, то у вас есть, ну, для ЕГЭ два способа развития. Первый это гетерогамия или ологамия. Это как раз таки наше обычное половое размножение, где участвует вот этот вот представитель. Сперматозоид и яйцеклетка. Яйцеклетка это как бы яйцо, поэтому ологамия. Ну и второй это партеногенез. Партеногенез это тоже половое размножение, правда в котором участвует как раз таки один организм. В этом плане он немножко уникальный. Давайте про эти моменты сейчас будем говорить. Итак, все непонятные слова сейчас будем разбирать. Первое. Шизогония. Да, свадик, на котором много информации, много написано. Для того, чтобы потом у вас в рабочей тетради все это отпечатывать. Звучит тут много странных слов, но давайте. Итак, шизогония это множественное бесполое размножение у простейших. В принципе он встречается, ну вот, у трех организмов. Это форминиферы, которые образуют мел. Трипаносомы, которые вызывают сонную болезнь. Сонная болезнь. И это справики. Справики это плазмодии. Они вызывают малярию. То есть малярийный плазмодий. Так. Смотрите, в чем уникальность? При этом ядро материнской особи или шизоита. Вот они, шизоиты. Шизоиты, они вот здесь живут. Они одноклеточные. Так. Разделяется путем быстро следующих друг за другом делений на несколько ядер. После чего шизонт распадается. То есть смотрите, вот у вас одна трипаносомка. Она начала хоп, метоз. Хоп, метоз. Хоп, метоз. Метоз, метоз, метоз. Множество, множество метозов. В итоге вот это все называется шизоид. Этот шизоид дальше делится на части. И соответственно образует новые шизонты, новые мирозоиды. То есть да, тут много странных слов. Вам эти слова про поводу шизоидов, мирозоидов знать не нужно, слава богу. Вам нужно знать, что такое шизогоние. То есть шизогоние тогда, когда клетка делится множество раз. Находясь как бы в одной клетке. Получается многоядерная клетка. А потом эта многоядерная клетка распадается на части. На каждой отдельной клеточке. И каждая отдельная клеточка потом становится новым организмом. Вот. Обычно шизогоние как бы завершается половым процессом. То есть смотрите. У некоторых организмов, вот таких вот необычных, есть и половой, и бесполый процесс. Вот та же самая малярия внутри вашего организма размножается бесполым способом. Поэтому мы все вот при попадании хотя бы одного плазмодия в нашу кровь, мы все равно заражаемся малярией. Потому что он множественный вот так вот делится. А затем, которое передается другим, что называется другому хозяину, там происходит его половой процесс. Немножко другой. Ну вот собственно здесь немножко сложная такая штука. Мы про эту штуку, про вот эту картинку еще с вами поговорим во время, когда будем говорить про простейших. Да. То есть когда говорим, расскажем как работает малярийная плазмодия. Но вообще шизогония опять же бесполый способ размножения у простейших. Вот так. В принципе я вам сейчас объяснил, довольно доступно как это все работает. Дальше. Еще одно момент. Почкование и фрагментация. Их нельзя путать. Они вроде бы похожи во многом, но все-таки имеют свои определенные моменты. Почкование биет бесполого размножения, при котором на материнской особи образуются дочерние особи из вегетативных клеток. То есть смотрите, вот наша одна дрожжа, то есть вот она у кого есть у дрожжей. Дрожжи. На этой драже возникает одна клеточка. Она как бы не отпочковывается полностью от мамы, но начинает размножаться дальше. Это в случае, если, не знаю, вы приведете жениха себе домой, живя еще с мамой. Ну с родителями. Распространенная история, поэтому я бы сказал, что люди тоже умеют почковаться. Но правда это уже отдельная такая история. Но тем не менее, почкование тогда, когда одна клетка делится метозом. Но как бы вторая клетка, которая получается в результате метоза, образуется как бы не полностью вот так вот равномерно. А вот неравномерно чуть-чуть. То есть она начинает расти, потом на этой клетке растет другое и так далее. В итоге появляются такие гигантские скопления дрожжей. Это почкование. Также почкование есть у гидры. Мы про гидры тоже будем говорить. Гидры это такое создание, у которого большое количество щупалец наверху. И вот у него в обычном состоянии, летом, происходит такое бесполуразнажение, как почкование. Вот здесь вот снизу начинает расти маленькая почечка, которая в конце концов превращается в такую маленькую копию мамы. У бесполуразнажения, конечно же, фишка в том, что будущая особь полностью похожа на материнскую. В принципе, это довольно удобный способ размножения. Но только в случае, если условия позволяют. Если условия идеальны, почкуйтесь и размножайтесь. Это, в принципе, хорошо. Но в случае, если, например, какой-то появляется вирус. Или появляются какие-то определенные условия неблагоприятные. То умирают все. Почему все? Потому что нету у них, скажем так, мутаций. Нет у них изменчивости, которые могут выжить. Выживают только те, у которых есть определенные гены. А здесь они все одинаковые. И в итоге, так как они все одинаковые, они все дружненько погибают. Вообще, в принципе, в этом смысл бесполуразнажения. Бесполуразнажение позволяет очень быстро, за короткий период, заполнить всю территорию, которую вам предоставит природа. Но в этом есть свой, как бы раз таки, плюс. Это быстрый процесс. Не так много затрат. Не нужно искать какого-то там второго себе партнера для того, чтобы размножаться. Можно разобраться самому. Но недостаток только один. И он является в отсутствии разнообразия. Чем меньше разнообразия, тем выше шансы на вымирание. Вот так вот. Потому что, опять же, появится один вирус. Вот если будет организм, у которого будут другие гены, он этим вирусом даже не заболеет. Но если все организмы будут с одним и тем же геном, то, соответственно, все они подвергаются уничтожению. И в этом главный такой недостаток бесполуразнажения. То есть, надеюсь, вы сейчас понимаете, в чем плюсы и в чем минусы. Почему люди не размножаются бесполым способом. Ну, давайте вот этот вопрос, в принципе, и обсудим на нашем ближайшем семинаре. То есть, я даю вам такие пасхалки. Вот, собственно, первая пасхалка за сегодня. Почему человек не размножается вегетативно? Почему мы не можем размножаться бесполым способом? Почему природа отключила в нас эту возможность? Так, ну и теперь дальше. Следующий способ это фрагментация. Чем-то похож на почкование, но при этом при фрагментации новые особи образуются путем отщепления фрагментов тела материнской особи. То есть, почкование тогда, когда специально организм придумывает и создает вот такую небольшую почечку, из которого растает дочерний особь. А фрагментация тогда, когда, как вы любят говорить, был червяк, лопатой фиганул его, теперь у вас два червяка. Так, на самом деле двух червей не будет, это первое. Второй хвост, короче, себе голову не отрастит. Но первый регенерирует и, собственно, называется, у него хвост отрастет заново. Вот так. То есть, у вас размножения не будет. Вы можете его фрагментировать, но размножения не будет. А вот кто способен к такой фрагментации? В первую очередь, это касается некоторых растений, ну и вот лишайники. Лишайники специализируются на способе размножения именно фрагментации. Я бы даже вам даже скажу больше. Лишайники часто специально отращивают мелкие веточки, которые даже называются специальным словом изыдии, которые специально отрываются ветром и уносятся подальше на другое дерево. По этой причине, если условия позволяют, лишайники размножаются, опять же, быстро. Ну, скажем так, для лишайников быстро. Просто лишайники растут со скоростью примерно 1-2 мм в год. Вот, вы можете представить себе 1-2 мм в год. Перед ними вечность жизни, что называется. И вот, собственно, вот это лишайник, которое сейчас вот на картиночке есть, это у нас эверния сливовая. Ну, если что называется, это вот эверния сливовая, сколько ей лет? Лет 15, как минимум. Представьте себе, или вы такие, офигеть, эта штука может быть даже старше, чем я. А она такая маленькая. Ну, вот, собственно, фрагментация тогда, когда просто организм делит свой организм специально на какие-то фрагменты. Обычно это получается либо с помощью животных, либо специально, например, ветром, как это делают лишайники. Вот лишайники прям специализируются на этом способе размножения. Так, теперь давайте про растения. Вообще, про растения, про ботанику будем отдельно говорить, как вообще выглядят вегетативные способы размножения растений, и в чем их главные особенности. Но вообще, вам необходимо просто знать вот здесь вот слова. Если у вас земляника, то вы ее размножаете усами. Все, кто живет в деревне, или все, у кого есть дача, у кого есть мама, которая выращивает землянику, знают прекрасно, как ее выращивать. Именно усами. То есть специально земляника делает вот такой вот ус, который размножается для этого. Вообще, в любом случае, вегетативное размножение основано на том, чтобы отщепить от себя какими-то определенными органами специальными кусочки, и из этих кусочков вырастет новое растение. Растения настолько круто приспособились к этому, что начали создавать специальные приспособления к тому, чтобы размножиться вегетативно. Как пример, земляника отращивает усы. Если говорить про, например, пырей ползучий, запоминаем это слово. Я вам специально даю именно такие вопросы, а именно такие моменты, которые встречаются у вас в ЕГЭ, именно такие растения, которые встречаются у вас в ЕГЭ. Вот, собственно, пырей ползучий выглядит вот так. Знаете, когда вот с человеком решаешь первый раз вариант ЕГЭ или что-то еще, ему подается это задание, и он считает, что пырей ползучий это какая-то змея. Почему? Потому что он ползет, ползучий. А это трава, которая образует вот такие подземные длинные корневища, и каждое корневище может дать новый побег снаружи. По этой причине пырей это неубиваемый сорняк. Он просто бессмертен. Его пытаются убить как угодно, а он, зараза, не умирает. Дальше, следующий вариант. Отростками корней. Часто говорят, корневыми отпрысками. Можете себе как бы записать где-нибудь. Корневыми отпрысками. Ну и каждый такой отпрыск, что называется, дает новое растение. Обычно происходит действительно у деревьев, у которых старый ствол либо срезали, либо он старый и скоро упадет. Это один из оригинальных способов определения, когда пора выкорчевывать вашу яблоню на даче. Если яблоня дает корневые отпрыски, ей плохо и она скоро умрет. Если у вас вишня или слива дают корневые отпрыски, значит она скоро умрет. В принципе, работает как часы. У моих родителей, в принципе, вот уже два сада. И в одном саду они уже в середереве старые. И знаете, как я понял, что при деревьев придет хана скоро, вот ближайшие 2-3 года. Тогда, когда один год, дня 3-4 потратил на то, чтобы вырубить все эти отпрыски, которые они там понасаживали. Чтобы в конце концов к осени все было опять в отпрысках. Потому что растения действительно готовы были к тому, чтобы умереть. То есть это их способ сохранения. Следующий способ. Отводками. Отводок довольно необычная штука. Вот в данном случае это смородина. Для двух растений есть именно размножение отводками. Это смородина и это у нас крыжовник. Два таких растения, у которых похожие ягодки. То есть, предположим, вот ваш куст. Он так растет. У него здесь корешки. Все хорошо. Этот куст начинает расти. Как бы его ягоды начинают к земле, что называется, притягивать. В конце концов он притягивается. И в месте, где он касается земли, дает новый кустик. Некоторые передачники специально делают. Некоторые, вот в данном случае специально сделали. То есть специально вот такой вот прищепкой присобачили ветку к земле. Чтобы она дала новый отпрыск. А иногда это получается само по себе. Вот если сейчас выбраться за территорию больших городов, куда-нибудь в деревню, то знайте, что деревни в России вымирают. Причем вымирают бешеными темпами. Просто. На моем веку, пока я жил в деревне, вокруг моей деревни погибло, ну не погибло, что называется, вымерло, как можно сказать, порядка десяти других маленьких деревень. И их теперь там нет. Там даже домов нет. Остались только сады. И мы по этим садам, знаете, как вот в детстве шарились. Потому что можно взять яблоки, можно найти что-нибудь еще. И однажды я видел такую вещь, что посадили дикую малину у себя на даче, какая-то бабушка. И вот у нее был крыжовник. Этот крыжовник, вот так вот малина с этой стороны наступала, и он убегал от них. Я там вот насчитал три поколения. То есть три поколения крыжовника вот так вот пыталась убежать от малины. А малина их догоняла. Такой, знаете, довольно война миров местного масштаба. Вот, собственно, таким образом растения не только могут размножаться, они могут вот таким образом перемещаться. Потому что, в принципе, у них вот другого варианта нет. Затем, два способа, которые делают уже больше именно человек. Да, вот в данном случае корневища опять понятно. Только здесь вот подземные другие. Два способа, которые делает человек. Первый, это прививками. Это определенный агротехнический прием пересадки стебля с одного растения на другой. Для того, чтобы придать новому растению какие-то способности, которые были у материнского. Ничего не понятно, но очень интересно. Короче говоря, говорим про прививку тогда, когда будем говорить про прививку. У нас будет обязательно занятие по агротехнике. И там я точно вам расскажу, зачем делают прививку, кто ее придумал и как сделать это в домашних условиях. Ну и последнее, культуру тканей, о которой я вам уже говорил. Да, голландцы, которые выращивают тюльпаны. В данном случае вот показан, скорее всего, ирис. Собственно, точно так же можно его выращивать. Культура ткани тоже вегетативное размножение. Также все абсолютно домашние хозяйки, у которых есть домашние растения, знают, как размножать какие-нибудь герани, как размножать какие-нибудь другие фикусы и так далее. Они приходят к подруге и говорят, ох, какой у тебя прекрасный гибискус. И как бы вот если в случае, если вы вдруг услышите, как ваша соседка говорит такие слова, следите за соседкой. Она оторвет у вашего гибискуса веточку. Как минимум веточку. Может побольше веточку взять, чтобы наверняка отошло. И она возьмет это домой для того, чтобы посадить себя дома. Вот прям как часы работает. Если ваши цветы хвалят, значит за ними пришли. Вот, собственно, такая же история. Вот черенками фикус, например, в домашних условиях. А вот листьями, конечно же, фиалки. У меня есть знакомая женщина, которая занимается именно фиалками профессионально. В итоге у нее, представьте себе, 62 разных фиалки. Это причем настолько красиво, просто безумно. И это все находится в такой небольшой комнатке. Ну прям, ну это фанат, по-другому не скажешь. Так, давайте теперь дальше. Переходим к половому размножению. Половое размножение. Итак, следующий процесс конъюгация. В биологии есть две конъюгации, которые вам необходимо знать. Первое, это способ размножения. А второй мы будем говорить, когда будем говорить про миоз. Вот так вот. То есть они все равно связаны с размножением, но тем не менее, немножко разные понятия. Итак, смотрите. Конъюгация у разных царств животных идет немножко по-разному. И нам с вами нужно об этом это понять. Первое, у бактерий это перенос генетического материала от одной клетки к другой с помощью плазмид. Мы с вами говорили, да, то есть одна клеточка, у нее есть плазмидка. И она как бы сообщает другим бактериям через вот эту плазмиду информацию, которую ей необходимо передать. Она это собственно и занимается через плазмиду. Этот процесс называется горизонтальный перенос генов. Вот это словосочетание для бактерий живет обычно. Именно горизонтальный перенос генов. Вообще, что такое перенос генов и как вообще это работает? Вертикальный перенос генов это как у нас с вами. Вертикально от бабушки к моей маме, от моей мамы ко мне, от меня к моему сыну, к моей дочери и так далее. Вот это перенос генов вертикальный. То есть идущий от матери к сыну, к дочери, к внуку и так далее. То есть вертикально, по вертикали. Горизонтальный это я вдруг, если захочу, передать кусочек своих генов своей жене или своему другу, не знаю, кому-нибудь. У нас такого нету, у нас такого нет. Но чем меньше мы, что называется, по размерам, чем ближе мы к клеткам, тем чаще встречается этот горизонтальный перенос генов. На самом деле это одно из движущих условий мощной эволюции. Потому именно благодаря этому способу выживают бактерии и выживают простейшие. Вот представьте себе просто, первые простейшие появились сколько? 2-3 миллиарда лет назад. И они живы до сих пор. Причем почти не изменились по своей структуре. Они изменили только информацию, они передавали эту информацию друг другу. Соответственно это такой первый способ общения между организмами. Так, все с бактериями разбираемся. Теперь как у водорослей. У водорослей происходит слияние двух вегетативных клеток. То есть вот в данном случае вот эта конъюгация у спирогиры. Это такая нитчатая водоросль. И вот собственно получается такой мостик. И содержимое одной клеточки перетекает в другую клеточку. В итоге как бы половой процесс. Две клетки, два организма участвуют в этом. Но они обе вегетативные. Никакого полого процесса здесь. Опять, ну никаких гомет здесь как бы нет. Вот так вот. Ну и последнее у инфузорий. Это обмен малыми ядрами, микронуклеусами. Мы про это тоже будем отдельно говорить обязательно. Даже скажу смысл вот этого как раз процесса. Он невероятно сложен. Невероятно сложный. Но вам просто надо знать, что у инфузорий есть конъюгация. Это тогда, когда две инфузории. Вот собственно на этой картинке одна инфузория. Вторая инфузория. Рядышком встали друг к дружке. Передали ядра. Здесь непонятно, что они передают. Одна другой. Другая другой. И разошлись. Тоже обменялись информацией как плазмиды. У бактерий также микронуклеусы у инфузорий. В принципе инфузория одни из самых прогрессивных среди простейших. По этой причине в принципе у них есть такой вот прогрессивный способ размножения. Ну не совсем размножение. Нельзя назвать это размножением. Да, кстати. Важно. Размножение тогда, когда меняется количество участников. То есть из двух появляется еще двое. Из двух появляется четверо. Что-то подобное. А вот если количество участников не меняется, да, то есть обменялись генетической информацией, но при этом их как было двое, так и осталось двое, то это называется не половым размножением, а половой процесс. Вот это важно. Очень важно. Почему я на это сейчас вас намекаю, да? Задания в ЕГЭ очень коварны. И если вы вдруг, например, в задании, где нужно исправить ошибку, напишите, что конъюгация, там напишут, что это половой процесс. Не полопроцесс, а, например, бесполовый процесс. Процесс бесполового размножения. И вы такие, это процесс полового размножения. И вам не засчитывают. Почему? Потому что это не размножение, это половой процесс. Отличаются количеством участников. При половом размножении количество участников растет, да, количество клеток. А при конъюгации, полупроцессе, происходит только обмен информацией, но размножением это не является. Тоже старый добрый вопрос 2017 года во второй части, который так и звучал. Почему обмен ядрами у инфузории является половым процессом? Вот так. Это второй вопрос. Там нужно было написать то, что называется конъюгация, объяснить как это происходит, зачем это надо. И конечно же объяснить почему это процесс, а не размножение. Вроде бы один вопрос, но сразу 4 пустуата, которые вам надо написать. Вот так. Сейчас, как знаете, после 2020 года, вам нужно писать как можно за разом больше. Вот как можно больше, попадете в критерий, молодцы, не попадете, ну что поделаешь. Ну и давайте последний вид размножения. Мы про оогенез, не оогенез, а оогамию, то есть такое размножение как у человека будем говорить попозже. Да, конечно же, тоже будет животрепещущая тема. Всем вам, конечно же, хочется узнать об этом чуть подробнее. Давайте последнее, то что нет у человека, но есть у различных видов животных. Именно животных. У растений, в принципе, почти никогда не бывает. Итак, портеногенез это вид полового размножения, при котором новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. То есть яйцеклетка здесь есть. Поэтому это половое размножение, я не просто так это выделил. Даже учителя в школе часто говорят, что это бесполое размножение. Ведь там же один участник, один. Но здесь проявляется яйцеклетка. Почему это как раз таки половое? Все гометы, которые образуются у организмов, они отличаются от соматических. Значит, генетически они неоднородны. Они отличаются. И именно из-за того, что они отличаются, это и есть половой процесс. Вот так вот. В данном случае портеногенез это именно размножение. Количество участников растет. Ну и вот как раз таки из неоплодотворенной яйцеклетки все это работает. У кого имеется? Вообще, в принципе, чаще всего это ракообразные. Чем примитивнее организм, тем чаще это все как раз таки проявляется. В данном случае у ракообразных таким образом размножаются дафни и циклоп. Опять смотрите. Это знаете, это аналог вегетативного размножения. Да, как у растений. Который позволяет очень быстро собрать большое количество особей. Набрать. То есть, именно чтобы много-много-много-много-много-много было. Вот. Но есть дефект. Какой? Несмотря на то, что яйцеклетка по отношению к своему организму исходному все-таки отличается. Да? То есть, немножко генетическое разнообразие есть. Тем не менее, оно очень маленькое. Вот это генетическое разнообразие не хватает. Именно по этой причине у большинства дафней и циклопов гены во многом совпадают. Именно по этой причине, если вдруг бахнет какой-то катаклизм, температура чуть изменится, подскочит к уровню кислорода, наоборот подскочит к уровню кислого газа, разом все дафни в водоеме умирают. Потому что, в принципе, у них гены почти одинаковые. Так, на втором месте у нас стоит насекомое. И кто? Классические примеры. Первое пчела, второе тля. Мы про них обязательно будем говорить. Это ж насекомое, это целый мир, целый микромир где-то у вас на даче. Так вот, если говорить про тлю. Очень плохое создание, которое пьет соки нашего растения. И они как раз повышают численность своих особей на каком-то определенном дереве или траве. Именно вот таким образом. Партеногенезом. Быстро, 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 быстро. Причем я вам даже больше скажу. Почти все особи тли являются самками. И самцы появляются только осенью. Тогда, когда становится уже холодновато и плохо. Вот, для того, чтобы отважить яйца и для того, чтобы из яиц появились на следующий год снова самки. И снова самки, 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 самки. То есть, причем это 5, 6, 7 поколений за лето. Представьте себе. Все самки, самки, самки. И самцы появляются только осенью. Вот так. Странная система, но она работает. Теперь отдельно про пчел. Знаете, вот про пчел мы еще может быть... Ну, я не думаю, что будем мы с вами говорить еще раз вот про это. Но, тем не менее, у пчел есть 3, скажем так, касты. 3 касты. То есть, в семье пчел есть 3 подразделения. Первое, главное, это матка. Королевская матка. У нее XX. Она классическая такая, что называется, классический насекомыш. Который невероятно большой. Она гораздо крупнее стандартной осы. Летает только в начале своей жизни. Но зато переносит с собой яйца, которые оплодотворяются. И, короче говоря, она образует новую семью. Вот так вот. Так вот. Как выглядит сам процесс? Скажем так. Предположим, вот у вас исходный улья, и там появилась матка. Пускай будет вот так. Это матка. Она еще не матка. Она принцесса. Она не королева. И вот это как раз таки королева, будучи принцессой, улетает из улья и, в кавычках, гуляет. Что значит гуляет? Она спаривается с самцами из других ульев. Прям много-много-много-много. Там, в принципе, может быть до 5-6 самцов за раз. Да, с точки зрения людей звучит как-то, ну, не очень, да. Что-то порнографией какой-то пахнет. Но для насекомых нормально. Так вот, дальше. Эта пчела, что называется, вместе со сперметозоидами своих самцов, которых там миллиарды, да, прилетает обратно в семью. И в этот момент начинается эффект раения. Что такое раение? Некоторые пчелы в улье, ну, опять же, в улье рабочие пчелы, которые тоже XX, тоже XX, да, то есть у них тоже 2 половых хромосомы. Но они у нас не могут иметь, не могут размножаться половым способом. То есть у них нет этой способности. То есть это рабочая пчела, это женщина, самка с недоразвитыми половыми органами. Вот так вот. Ну и что с ними? Рабочие пчелы, так как в улье у тебя есть принцесса и королева, не знают, за кого бороться. То есть до этого все было четко, была королева. Весь смысл жизни пчелы заключается в том, чтобы жила королева. А здесь королева не одна. Кому подчиняться, принцессе или королеве? Королева говорит, иди собирай мед, принцесса говорит, не собирай мед. Кому слушать? Непонятно. И в этот момент называется раение. В этот момент пчелы невероятно агрессивны. А к ним лучше не подходить, они будут жалить при любом условии, при любом как раз таком моменте. Почему? Кому подчиняться непонятно, да? Надо защищать и ту, и другую, что делать непонятно. Так вот, что происходит? В конце концов раение заканчивается каким процессом? Либо половина семьи остается с мамой, половина семьи улетает с королевой, с новой принцессой, строит новую семью. Либо все целиком пчелы уходят с новой маткой, с новой принцессой, а матка старой остается умирать. Все зависит от того, сколько матке лет. Больна она или нет. То есть на самом деле смысл в этом довольно-таки велик. Так вот, где же партеногенез? Где же партеногенез? Вот он где. Самец Х0. То есть Игорька даже в принципе и нет. Да? То есть если одна Х-хромосома, то значит у вас перед вами самец. Самец называется Трутень. Он опять же крупнее, чем стандартная пчела. Примерно, ну, примерно сопоставим с маткой. И этот Трутень ничего не умеет. Он появляется один раз в год. Да? Вульги. Как раз таки во время, вот как раз перед роением. А он улетает из Улья. Летает, гуляет. Вот обратно прилетает. И его Вулья обратно не пускает. Почему? Он свою миссию выполнил. Он спарился с кем надо. Теперь Трутень может умереть. Самое ужасное, что он принимает эту судьбу. И он просто погибает. Первое. Он не умеет сам кушать. Он не умеет сам вообще ничего. Он умеет только размножаться. Все. Больше ничего. Поэтому, когда, скажем так, мужчина. А, скажем так, обзывают Трутнем. Мне кажется, это самое такое ужасное, прискорбное обзывание, которое есть. Да? Потому что, ну блин, это человек, который ничего из жизни не умеет. Вообще ничего умеет. Даже кушать сам не умеет. Он умеет только размножаться. Да? Ну, не будем говорить грубее. Да? Но, тем не менее. Итак. А теперь у кого портеногенез, кроме пчел, встречается? Надеюсь, сейчас вот всю эту историю про пчел визуализировали. Поняли, из каких систем состоит. И как вообще происходит жизнь пчелы. Теперь. Кроме, если говорить более сложные организмы, то есть те, у которых есть позвоночник. От портеногенез встречается у рыб. Это некоторые караси. Зеркальный карась. Может быть, про него с вами еще поговорим. Очень необычная штука. Скажем так. Замечено, что у карасей. В определенном. Вот у зеркальных карасей. Они так называются. В определенном озере. Нету самцов вообще. Вопрос, как они размножаются. Все сразу скажут. С портеногенезом. Не все так просто. Ну и давайте. Попробуйте загуглить, не загуглить. Попробуйте подумать. А как действительно происходит половое размножение у карасей. У них половое размножение. Не все там получается с помощью портеногенеза. Да. Но вот есть такой эффект. Так. Ну и гораздо реже у пресмыкающихся у птиц. В определенных учебниках. Если я ошибаюсь. В учебнике Кириленко. Написано, что он встречается даже у грызунов. Ну вот честно. Я даже представить себе не могу. Как может вызываться портеногенез у грызунов. Потому что гаплоидный организм. У млекопитающих не выживает. У пресмыкающихся у птиц еще может что-то там подобное быть. Там определенные дефекты есть. Ну короче говоря пресмыкающихся развивается только в случае ящериц. Которые живут в пустыне. То есть представьте себе. Вы самка ящерица гуляете по пустыне. Где самец? Где самец? Где самец? Нет самца. Но приходится откладывать яйца неоплодотворенные. У птицы точно так же делают. И в некоторых случаях из этих лиц что-то да вылупляется. Вот так вот. Ну и короче говоря это есть портеногенез. Который есть у пресмыкающихся. Ну вот у более сложных организмов. У млекопитающих портеногенез. Ну скорее всего даже вообще не встречается. Если встречается то это какие-то единичные случаи. Которые у вас точно не спросят. Так. Все. Надеюсь я вам не наскучил. Про все размножение я вам сейчас рассказал. Про все абсолютно способы. Про все абсолютно слова. Которые связаны с размножением. Мы с вами обсудили. Дальше будем говорить про метоз и миоз. Ну и соответственно. Увидимся с вами на ближайшем семинаре. Всем пока. Ну и до скорого.